Здравствуйте! В эфире программа «Жесть» в студии Александр Твердовский и далее о том, что случилось в городе и области сегодня, 7 апреля. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей Грушевский окончил Омский пединститут. В 1992 году он вместе с другими музыкантами создал детскую группу «Бэтмен». Песня «Джинсовые мальчики» в 90-х годах прогремела на всю страну. Грушевский также являлся организатором первых дискотек в СКК «Эртыш». В начале 2000-х на Омском телевидении он вел детские программы «Пять с плюсом» и «По секрету всему свету». Один из участников этих передач поделился с нами своими воспоминаниями о Грушевском на условиях, что в эфире мы изменим его голос. Первое, когда услышал эту новость от Сергея Васильевича, мысль сразу была такая, что когда-то это должно было произойти. Положилась такая картинка в памяти, что всегда он в окружении какого-то мальчика, школьника. Девочки для него всегда были вторым сортом. Он сам всегда об этом говорил. Знаю точно, что неоднократно ездил в командировки в другие города, брал с собой мальчика, школьников. Одного, двух. Жаловаться никто не жаловался, никто не говорил, но как-то это было понятно, без слов. И, может быть, возраст тогда еще, ну и там страх какой-то не позволял об этом говорить, двух обсуждать это. Бывал с ним на фестивале в Подмосковье. Мальчики в баню ходили, это точно знаю. По данным столичных СМИ, в отношении Грушевского следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». По предварительным данным, жертвами Сергея Грушевского стали трое школьников младше 12 лет. Источники федеральных телеканалов сообщают, что продюсер на протяжении многих лет приглашал детей на дополнительные репетиции в свою студию, где под разными предлогами совершал с ними развратные действия. Сегодня мы попытались связаться с пресс-службой Московского следственного комитета, но телефон не отвечал. Надеемся, что ведомство прокомментирует нам эту ситуацию в начале следующей недели. В Ленинском округе 33-летний рецидивист попытался ограбить магазин. А меч пришел в супермаркет со своим знакомым, который не знал о намерениях друга. Мужчины зашли в отдел спиртного, где подозреваемый взял с пола две бутылки крепкого алкоголя и пошел мимо кассы. Все это происходило под наблюдением охранников. Секьюрити нажали тревожную кнопку, когда злоумышленник еще только направлялся к выходу. В дверях сотрудник службы безопасности попытался остановить похитителя. В потасовке грабитель одну бутылку выронил и разбил, а другой успел ударить охранника по голове. Одним из доказательств, приобщенных к материалам уголовного дела, стала запись камер видеонаблюдения, где был зафиксирован момент хищения и причинение телесных повреждений охраннику. В настоящее время по данному факту продолжаются дальнейшие следственные мероприятия. И стоит отметить, что санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Задержали грабителя через несколько минут в соседнем дворе. Бутылку он спрятал в снегу, но охладиться спиртному не дали бойцы Росгвардии. Ранее подозреваемый уже был судим за кражи. Сейчас ему вменяется более тяжелая статья «Грабеж, совершенный с применением насилия». Его знакомый проходит по уголовному делу как свидетель. Если у вас есть долг по кредиту более трех тысяч рублей, то ваша машина может исчезнуть прямо с парковки. Подобная история случилась с омскими предпринимателями. Супруги Аэлита и Евгений задолжали банку деньги и лишились своей «Шкоды». Подробности в нашем сюжете. То есть вы его арестовываете? Арестовываю. Автомобиль судебные приставы хотят забрать прямо с парковки торгового центра. Хозяйка «Шкоды» возмущена, хотя о долге в 700 тысяч знает. Потребительский кредит в банке Аэлита вместе с мужем брали на развитие бизнеса. Но дело не пошло. Возникли финансовые трудности, образовался долг. Который предприниматели, тем не менее, выплачивают понемногу. Есть решение суда, которое мы выполняем. У меня есть квитанция, мы выполняем решение суда. Какие суммы оплаты происходят? Мы ежедневно кладем тысячу, две тысячи ежедневно. Сумма долга уменьшилась уже. Где это платежи? Квитанция я вам сейчас привезу. Чеки об оплате приносит муж Евгений, он же поручитель по кредиту. Квитанции приставы посмотрели, но во внимание не приняли. В связи с тем, что в исполнительном документе отсутствовали какие-либо данные о предоставленной должникам рассрочке или отсрочке исполнения судебного решения и исполнительного документа, данные платежи, которые вносились стороной должника, являлись несущественными. В связи с чем взыскателям и было подано заявление, исполнительный документ в службу судебных приставов для принудительного взыскания. С машиной ненадежным клиентам банка придется расстаться, нехотя должники подписывают необходимые бумаги, забирают из салона личные вещи и отдают приставам ключи. Свою «Шкоду» супруги смогут вернуть в течение 10 дней, если полностью погасят кредит – 700 тысяч. В противном случае машину реализуют в пользу взыскателя. После протажи автомобиля деньги поступят на счет банка. Сегодня осужденные омских колоний собрались на одной сцене, чтобы выяснить, кто лучше поет. Отбор исполнителей проходит в рамках всероссийского конкурса «Калина Красная». Причем заключенные исполняют не только известные произведения, но и собственные песни. Самые талантливые будут этапированы в Москву для участия в галоконцерте. Шансон в Омске слушают больше, чем в других городах, говорит Яндекс.Музыка. Концерт не по заявкам, но по желанию самих исполнителей. Первыми на сцену выходят осужденные лечебно-исправительного учреждения номер два. Кратко об истории коллектива. Мы познакомились все вместе, позапрошлой зимой. Чистые пруды, веком зеленый сон. Следующая песня – и это «Чистые пруды» Игоря Талькова. Солирует и играет Иван Лебедев. В коллективе он один из немногих с музыкальным образованием. Школу окончил по классу аккордеона. По условиям конкурса нужна одна своя песня. Ее придумывали всем коллективам. Мы помогли эту песню нам все равно сочинить. Музыку сделали, все вот, аранжировали. Как и везде, наверное, это делается, создали. Ну, помогли, то есть, как бы слова не совсем мои, ну, немножко рассказывают, а там, о моей жизни. Ивану близки лирические мотивы и рок, а вот у Дмитрия из «Семерки» богатый опыт в хип-хоп-жанре. Строчки к песне родились за решеткой. Музыкальные грамоты Дмитрий не знает, помогли другие осужденные. Зачитать гангстер-рэп в сопровождении живых инструментов было трудно, признается Дмитрий. Зато трек, что называется, зашел зрителю. Я без подарка сам являюсь для тебя сюрпризом. Не знаю, ураганом, экваториальным призом. Скажи хоть слово. Это, как бы, был мой первый опыт. Я, как бы, ну, свободной жизнью занимался. Как бы этим, ну, вот первый раз у нас собралась такая команда. Ребята написали музыку, я написал слова. И получилась такая вот авторская композиция. Ну, по-моему, очень даже неплохо, мне кажется, получилось. Главное, что от души. Я уже сочиняю больше десяти лет. Я читаю, как у меня есть несколько, ну, альбомов, ну, еще на свободе. Я не буду называть, как бы, своего псевдонима, потому что это не самое лучшее. Немножко информацию. Идет не спеша. Собственные стихи, осужденные 12-й колонии, положили на тяжелый рок. И на это у них есть философские аргументы. Есть эта дверь, дверь свободы, внутренней свободы человека, прежде всего. И даже за решеткой, где-то в каких-то стенах, в каких-то обстоятельствах, или в болезнях, или еще в каких-то скорбях, можно быть свободным, прежде всего, внутри. И, как бы, вот эта дверь, вот эта свобода, она прикрыта, она есть. Ее просто нужно найти, нужно увидеть, нужно думать об этом. Конкурс песни «Калина Красная» для осужденных проводится с 2003 года. И если раньше коллективы и жюри не пересекались, то теперь судьям приходится вживую оценивать подготовку музыкантов. Конкуренция высока, а некоторые осужденные могут смело гастролировать сразу после выхода на свободу. Игра на инструментах, потому что это тоже немаловажно, и я думаю, что это вообще сложная вещь, играть на каких-то инструментах. Меня это удивляет, что у нас есть здесь в учреждениях люди, которые играют. Нынешний конкурс решили провести в третьей колонии. Хозяева площадки отмечают высокую планку соперников. Особенность нашей программы, именно вокально-инструментального ансамбля, исправительной колонии номер 3, то, что все композиции у нас написал осужденный, который является солистом. То есть они все собственные на сочинение. Из-за своих всегда больше всего переживаешь, надеешься, что они победят. Но я вижу, что многие коллективы, нам есть чему поучиться у остальных. В тройку призеров вошли лечебное исправительное учреждение номер 2 и вторая колония. Победителем конкурса стало шестое исправительное учреждение. Финальный этап конкурса пройдет в Волгограде. И на сегодня это были все чрезвычайные новости. Если вы что-то пропустили, выпуски нашей программы всегда доступны на сайте Антенны 7, а также в группе «Жесть» ВКонтакте. Проведите выходные с пользой и без жести. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова